Итак, я называла свой доклад «Тёплая волна. Русская детская литература на рубеже 50-х, 60-х годов». Второй слайд. Правильнее было бы назвать его «оттепель», но я хотела бы развести понятие «оттепель», которое сейчас больше связано с политической ситуацией, с определенным историческим периодом в России, и то развести с тем явлением, которое нас интересует, именно с литературным процессом детским. Слово «оттепель» известно в русском языке, пожалуй, со времен Пушкина, и тогда оно уже утвердилось не только как состояние атмосферы, как определенная погода посреди зимы, потепление короткое перед новыми морозами, но и как такая поэтическая метафора состояния в обществе, атмосфера общественная, состояние каких-то человеческих связей. Это очень сложное, тонкое понятие в русском языке, и вот на рубеже 50-х, 60-х годов оно обозначило целую, короткую и очень важную эпоху. Здесь картина Федорова Васильева 1871 года. Пойдем дальше. Так, со мной себе говорю, пойдем, да? Да-да-да, простите. Значит, цель моего выступления – попробовать обрисовать работу механизма на выходе детской литературы и общества из бутылочного горлышка истории, из какого-то сильнейшего общего глобального кризиса. Россия в 20 веке пережила таких кризисов три. После революции 1917 года, в четыре года Второй мировой войны, ну и 90-е годы Роспад Советского Союза. Вот меня интересует именно второй выход. И здесь я подборала картины Юрия Пименова. Он не является художником оттепеля, скорее это социалистический реалист, но они хорошо передают перемену настроений. Вот это вот ожидание оттепеля посреди войны. Так, вот этот момент мне важен. И потом там, простите, ошибка не 44-й год, а уже 50-й, 54-й год там должен быть. И новая Москва, новая Москва, новые надежды и новый строящийся город. И вот на чем я хочу остановить внимание. На то, что первое вот это слово «оттепель» в русской литературе прозвучало именно из детского угла литературного процесса. Хотя меня все уверяют, что все это принадлежит Илье Иринбургу, его знаменитой повести середины 50-х годов. На самом деле нет. Вера Иринбур в феврале 45-го года в Мурзилке опубликовала два стихотворения. Вот я его очень грубо перевела, простите за грубый перевод, я его прочитаю по-русски. «Оттепель, оттепель, тает, течет, снежные звездочки наперечет, стоило южному ветру подуть, градусник ожил и дрогнула ртуть. Тонкий ее стебелек шевеля, оттепель шлет его выше нуля, в речке пошли подальтом пузыри, начали снега искать снегри, глянула верба из почки тугой. Что это, что это, месяц какой? В эту минуту послышался гул, северный ветер щеки надул, ртуть побежала по лесенке вниз. Снежные хлопья опять понеслись, встали сугробы такой белизны, что далеко еще нам до весны». Вот она прекрасно передала вот эту смертельную уже усталость от конца войны, от зимы, от вот этой всеобщей зажатости, хотя она принадлежала к советскому истеблишменту, она прожила очень благополучную жизнь. И вот на это настроение не могли бы влиять ее личные какие-то обстоятельства. Так, вот здесь она сама благополучна с портретом Сталина и Ленина на шкафу. А вот ее книги. Поскольку она привлечала к истеблишменту, то ей было позволено чуть больше, чем другим. И вот в 1956 году, а потом в 1961 году переиздание, выходит книжечка симпатичная «Как я была маленькой». И там она рассказывает о дореволюционном, дооктябрьском детстве, в благополучной, богатой семье, которая, конечно же, не чужда революционных идей. Но, тем не менее, весь пафос книжки говорит о том, какое же это счастливое было время, какое счастливое было у них детство до революции. По меркам эпохи, по меркам традиций 40-х, 30-х годов, это был очень серьезный шаг вперед. И хотя ее книжечка завершается картинкой советских пионеров в новой советской Москве, тем не менее, идея ее повести в рассказах заключается в том, чтобы советские нынешние современные дети протянули бы руку дружбы своим далеким-далеким предшественникам. Вот эти картинки, они играют там в этой книге. Хотя, повторю, Вера Инвер к оттепельным писателям не принадлежала, но она первая это сказала, она открыла дверь в прошлое. А между тем, между тем подрастала новая молодежь. Это дети войны, они родились в войну, но они начали много путешествовать по стране, мигрировать. Они бросали свои дома, разоренные или не разоренные, и спокойно уезжали в далекие места, в далекие края строить на пустом месте новые города, возводить огромные промышленные объекты. И вот эта вот миграция молодежи по стране – самая яркая примета вот этого перехода от 50-х к 60-м годам. И туда они увозили любимые книги, новые журналы, тот же самый «Новый мир». И что еще, конечно, важно, что мир открывался. Был в Москве проведен фестиваль молодежи и студентов, куда съехались представители молодежи много-много-много стран. И мир распахнулся. Железный занавес рухнул. И вот детская литература, которая меня интересует, собственно, оттепельная, она начинает создаваться для детей, детей войны. Для детей, которые никаким образом сами по рождению своему не связаны с войной. На них нет вот этой печати. И вот эти молодые родители начинают создавать свою литературу и передавать те ценности, которые им кажутся непреложными, которые в чем-то противоречат ценностям прежней эпохи. И в литературе развиваются мотивы дорог. Не бойся дорог. Значит, не бойся жизнь переменить. Очень много песен и взрослых, и детских. Это очень песенное время. Все пели, все играли, все музицировали. Это мотивы открытий. Мотивы какой-то особенной внутренней свободы. И вот эта картинка Пименова мне очень нравится, потому что коляски стоят, и у каждой коляски свой путь. Так они должны, эти дети, разъехаться по стране. А город, вот он строится, самый крайний город. Ну и тоже мне очень важно, что тот же самый Пименов обозначает цель для детей этого времени. Это университет. Вот там огни университета. И дети зарываются в книги, дети учатся. Ну а главный пафос этой литературы, пожалуй, выражен в плакатах. «Мир детям мира не для войны». Мир – ключевое, пожалуй, слово для этой эпохи, для детской литературы. В это время, в 1957 году, государство бросает огромные средства на то, чтобы утвердить идею Москвы как столицы детства, страны как страны детства. Вот грандиозное здание московского детского мира, это магазин известный наш, оно неподобающе большое, но это язык архитектуры того времени. И Никита Грущев открывает дворец пионеров в Москве. Это такое же грандиозное сооружение по-своему. И это тоже язык эпохи, утверждающий, что эта страна, этот город принадлежит детям. В это же время, в 1957 году, создается издательский дом «Детский мир». Потом он преобразуется в издательство «Малыш», которое существовало долго и очень славно. Но я хочу подчеркнуть, что в самое интересное, в 1962-1963 году, в самое интересное время, издательство «Детский мир» было подчинено не Министерству педагогики, образования, просвещения, а Министерству культуры. И это давало хоть какую-то степень свободы от идеологического и педагогического диктата. Это, в общем, такой короткий, но золотой век. Что еще характерно для этой эпохи? Новые гражданские инициативы. Самая яркая из них, пожалуй, это инициатива Корнея Чуковского, ведущего нашего детского писателя, поэта, сказочника, критика, который на свои средства в подмосковном поселке Переделкино построил библиотеку, насытил ее книгами своей библиотеки и отдал детям. Библиотека работает до сих пор, и это тоже памятник вот этой самой эпохи. Ну а между тем, между тем, выходит, вот, 1955 год, книжки, которые изображают вот таких развощеких, счастливых, безупречных детей. Да, безупречных детей. Как будто бы у них вообще нет проблем. И вот это та литература, примерно, обозначенная вот этой обложкой, против которой, ну не то, чтобы вставала, не то, чтобы вставала, но была направлена вот эта линия оттепельной литературы. Нет таких детей. А что, собственно, есть? А есть дети, которым нужно объяснить очень сложные, даже для взрослого сознания, явления, идеи и понятия, и утвердить в их сознании какие-то непреложные истины. Недаром, в 1957 году, Виктор Драгунский пишет очень смешной рассказ, «Тайное становится явным». Это, пожалуй, самый смешной рассказ во всей нашей русской детской литературе 20 века. Дети знают про манную кашу всегда. Все население страны знает историю про манную кашу. А для чего он это делает? Чтобы, засмеявшись, дети навсегда усвоили главный закон новой эпохи. Все тайное становится явным. И нет ни взрослого преступления, ни детской шалости проделки, которая бы не вышла наружу. Закон сохранения и не уничтожения информации. Это дети, которые вступают в эпоху информации. Вот вторая история, вторая книжка Виктора Витковича и Григория Ектфельда «Сказки среди бела дня». Вот вторая истина, которую нужно преподать детям. Митя подскочил от обида. А я вот возьму и остановлю время. И, и, и. Он не знал, что сказать дальше. И Новый год не наступит никогда. Вот вам. Тимошкин вежливо осведомился. Значит, так и будет всегда старый год. Так и будет, мстительно, сказал Митя. Старый год останется навсегда. Ну, конечно, все кончится хорошо. Все кончится хорошо. Но нельзя останавливать время. Новые дети должны жить в ритме новой эпохи. И был снят совершенно дивный фильм «Снежная сказка» вот по этой книжке. И вот три злодея, которые превратились из снеговиков. Так вот, они ожившие снеговики. Они раскручивают земной шар, вернее, пытаются становить своим дыханием вращение земли. Вот вторая, пожалуй, важная идея оттепельной литературы. В детскую литературу приходят писатели, которые пережили войну, которые сами воевали. Их много. Я остановлюсь только на двух. Вот Яков Аким, московский поэт, переводчик, сказочник. Ну и вот, допустим, маленькое его стихотворение «Апрель». Вернее, из него одна строфа «Долго шла весна тайком от ветров и стужи, а сегодня прямиком шлепает по лужам». И вот его книжка «Уже на излете оттепели весна, весною о весне». Пожалуй, очень характерно это все. И второй из множества, повторю, писателей фронтовиков «Радий Погодин». Вот когда была оттепель, вот среднее фото, вот такой он был юный и красивый. И вот это книжки, я их тогда сейчас пропущу, с которых он начинал. И остановлюсь только на рассказе «Дубравка». Он был опубликован в 60-м году в журнале «Юность». В 67-м году по нему сняли фильм. Я вернусь вот к этому кадру, он мне нужен. И вот здесь «Радий Погодин» наконец воплотил ту самую телесность, о которой вчера говорил профессор «Головин» на круглом столе. Но будучи фронтовиком, он в этой истории, в этой истории, вот этим сказательным языком примерно передал следующее. Девочки, подростки должны жить в своем времени, дружить или драться со своими сверстниками. должны им лучше играть роль снежной королевы или разбойницы. У них должна быть своя детская жизнь, а взрослые, которые прошли войну, которые прошли войну, опасны для них. Там заканчивается тем, что в рассказе заканчивается тем, что вот этот человек, приехавший отдыхать, странный человек, от него пахнет рыбой. Он едва не топит Дубравку. А вот в фильме, который был снят в 67-м году, 7 лет спустя, все уже иначе. Там хорошие советские люди, все хорошо. Фильм прекрасный, но говорит он уже о другом, потому что уже наступает другая эпоха, уже закончилась оттепель, и фильм уже обращается к другой аудитории. А изначально вот это поколение должно оторваться от старшего поколения, которым влежит сам ради погоды. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...